Во сколько Запорожской области обойдутся предстоящие выборы, хватит ли в регионе вакцин для больных детей и как решить проблему льготного проезда для участников АТО? Эти и другие вопросы оказались в центре внимания на совещании в обл. администрации. Итоги проделанной работы обсудили чиновники и представители местной власти. Заодно обсудили планы работы на ближайшее время. Подробности в сюжете. Выборы в Запорожской области обойдутся в 30 миллионов гривен. Такие цифры озвучили в обл. администрации. Необходимую сумму уже выделили из областного бюджета, отметили в профильном департаменте. Распоряджение мы закончим сегодня и завтра уже деньги получают все территории для обеспечения процедуры финансирования выборов. Отдельная тема – вопросы здравоохранения. По словам чиновников, Запорожская область частично получила необходимые препараты против полиамилита, гепатита B и туберкулеза. Однако количество медикаментов все еще не полностью покрывает нынешние потребности. Специалисты отмечают, до недавнего времени оставались открытыми некоторые вопросы помощи детям с ДЦП. Но сейчас, рассказали в обл. здраве, необходимые медикаменты уже есть. Начались поставки медикаментов. В частности, мы получили первые медикаменты для детей больных ДЦП. 6 октября первые участники АТО заехали по бесплатным путевкам в Глорию у нас. И 29 октября заезд бесплатные 42 путевки для чернобыльцев туда же в Глорию. И плюс ко всему мы сдали, получается, в офис Ресформ предложение по шести громадам по улучшению качества и доступности медицинской помощи. Особое внимание на совещании уделили жалобам от участников АТО. По их словам, в местном и междугороднем транспорте возникают проблемы с льготным проездом. С целью решения данной проблемы к мониторинговым группам на выполнение договорных обязательств. Перевозчиками были привлечены участники АТО, дабы зафиксировать данные факты, по результатам которого составят соответствующие акты. На совещании руководитель облгосадминистрации Григорий Самардак сообщил, что руководитель аппарата Запорожской ОГА Леонид Березинский написал заявление об увольнении. На его место уже официально назначен Владимир Козыряцкий. По словам губернатора, новый помощник будет специализироваться на сельскохозяйственных вопросах.